Неприметный сельский дом в Ютановке. Да и кому интересно, что там за высоким забором? Только именно здесь, 19 марта, могла произойти трагедия. Счастливая случайность, что мимо проходил Артём Ченчик. Бывший участковый привык внимательно смотреть по сторонам. Подошёл ближе, смотрю, из-под крыши дымка небольшая идёт. Я заглянул вот в это окно первое, которое из-под потолка искры летят. И, ну, возможно, пластик уже начинал капать, падать. Ну, я сразу позвонил 112, потому что очевидно было то, что какая-то проблема. И мы всё, начал тарабанить, стучаться громко, сильно в окна, в двери. Оказалось, в доме пожар. А его хозяева, супруги Водопьяновы, уже легли отдыхать. Если бы не Артём, они могли задохнуться до приезда пожарных. Он помог жильцам выбраться. Источником возгорания стала кустарная электропроводка в пристройке к дому. Ну, да, что-то с проводкой. Видно, провода не выдержали. Ну, я, честно сказать, я их покупал 7 лет тому назад. Одни, видно, ну, как-то ли старая резина была, ну, как оплётка. То ли мороза налопнуло где-то, понимаете. Это трудно определить, в чём была загвоздка. Это следы горевшего пластика. Едкий дым проникал в жилые помещения. Хозяева успели выйти вовремя. А пожарные, которых вызвал Артём, приехали через 14 минут. Удалось спасти и имущество. Пострадали не очень так дорого. Ну, где-то, может, до 5 тысяч. Там кое-что возгорело. Пластмасса, деревяшки всякие. Ну, в общем, мелочи жизни. Самое главное, что мы живы остались. Остальное все детали. Спасибо всем, кто нам помогал, кто нас спасал. Большое всем спасибо. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорье.